Все это, наверное, понимают, что была бы специальная военная операция или не было бы специальной военной операции. Итог санкционного давления со стороны Запада и США, он был бы, может быть, чуть позже, но он был бы все равно одним и тем же. И сейчас просто произошли события, которые спровоцировали более быстрое течение ситуации и развитие событий. Я считаю, что для нас, с вами, для работников культуры, сейчас уникальный шанс, наконец-то, назвать культурой все, что окружает нас, не только музеи, не только балеты, не только театры, но и культуру во всем. Культура на радио, культура цивилизации, культура в молодежи, в семьях и так далее. Очень много и долго мы были подвержены западному влиянию и воспитанию западных ценностей в наших семьях, в нашем государстве. Очень много и долго мы боялись назвать черное-белое. И в черное-черное, а белое-белое играет в псевдодемографию, пытаясь снизить какой-то градус напряженности в обществе и доиграть. В итоге мы доигрались до того, что мы сейчас видим. Разброк все равно присутствует среди работников и творческой, как шоу-лучшую деятельность, культура и так далее. У всех абсолютно много тех, которые думают по-другому именно потому, что отсутствуют государственные идеалы. Поэтому, еще раз говорю, у нас уникальный исторический шанс в нашу культуру, а мы все являемся представителями людей из народа. Мы все встречаемся со своими избирателями, и нам маму и папу говорят, что это выжит, нам все дети законы принимаются. Можно что-нибудь сделать, можно как-то оградить наших детей от того, что летит на них. Вы же в состоянии это делать. И вот сейчас, в этот момент, когда мы в состоянии наконец-то это сделать, не оглядываясь, хорошо ли это по отношению к западу. Давайте налажим все, что происходит у нас здесь. У нас есть с вами уникальная возможность соединить поколения. Мы считаемся аналогами. Мы поколение газет, радио, телевидение, а наши дети цифровые. Так вот сейчас, если мы сможем, а мы должны это сделать, обязательно доказать, что те, кто сомневается, с этим, кто еще не понял, что все произошло, что президент прав, наставник прав, учитель прав, отец прав, и взрослые поколения, воспитанные на идеологии и на ценности, оно право. И здесь дети, которым в ухо влетает одна информация, мы сюда одну, а им сюда другую. Так вот источник плохой информации нужно закрывать. Мы всегда не контролируем пространство, в котором живут наши дети. Отсюда курьется культура. И мы всегда, опять же, технологически не успеваем. Почему нам изгрузили тик-токи и все остальное, что сейчас закрывается, слава богу, медленно, но верно, а свои СМИ и свои интернет-платформы, они контролируют. Большое количество людей сидят в том же Китае на контроле. И мы абсолютно понимаем, что там не прорезет деструктив, не призыв к протестам, не призыв, который выводит за пределы культуры. В них создан кодекс, что такое хорошо, что такое плохо. Мы с вами тоже должны сегодня к этому уже сделать шаг. Что такое хорошо, что такое плохо у нас в источниках нашей информации. А мы что не поэты, художники? Можно мыслить до какой-то определенной точки, дальше нельзя. Это слишком большое нарушение нормы этики, разумности. Если вы раньше хотели и оправдывали себя, что творчество безграничное, я так думаю, я так вижу, сейчас государство должно сделать это. Но должен появиться некий кодекс этики. И то, что раньше разрешалось, если у нас в порядке вещей выходит артист, это не какая-то сцена в 7 часов вечера в Большом театре, а в клубе, мотком там парочку, там, можно еще раз что-нибудь и так далее, начинает пухать на сцене, извиняюсь за жарбон, водку и так далее. И его категория – дети или молодежь. Его владелец клуба не имеет каких-то там инструментов и желания особо его ограничивать и так далее. Ты, он, и никакой контроль, любой артист. Так тоже быть не должно. И мы разговаривали с моим друзьям, Роман Мурьянов, Юрий Косин, представитель, крупный трактор «Фолкинг». Мы разговаривали о том, можно ли сделать подписку. Некоторые хотели бы, может быть, посоленые где-нибудь и получить платную подписку и уйти туда, где блогер разговаривает макро. Нельзя блогерам разговаривать макро. Ну, просто нельзя. Ты собираешь вокруг себя аудиторию и тянешь их на соленую. А ты не пробовал что-то хорошее сделать и на это не собрать аудиторию? Нет. И берешь запрещенные способы привлечения к себе аудитории. Ладно. Дальше еще хотел бы о чем еще сказать. Комитет по надзору, вот опять же идея Романа Мурьянова, она в свое время и ее обсуждали, она достаточно правильная. У нас радио, телевидение, другие СМИ официальные, они все у нас подвержены сразу решению лицензии или большим штрафом за то, что они что-то сделали не так. За ними смотрят внимательно. А в интернете у нас разрешено все. А борются они за одну и ту же аудиторию. Куда пойдет зритель? Там, где все правильно и причесано, либо он пойдет куда-то, где запретный плот, известный слабый. Значит, тогда либо надо им, радио и телевидение, разрешить все, как и в интернете. Либо все поставят в одни и те же разумные рамки нравственности, морали, неких норм. Потому что все они борются не только со зрителями, они еще борются за рекламу рынка. И, разумеется, в интернете на мощности, на всем остальном продавать эту рекламу гораздо легче. Я думаю, что коллеги еще к этому вернутся и сами расскажут, как это из первых вкусов. Но, еще раз, к контролю тому, что валится на наших детей. Мы все родители. Для нас общество формировало безопасную территорию. Сейчас мы должны опять придумать те нормы, которые будут создавать безопасность наших детей. Мы приезжаем в Белоруссию, и нам нравится пройти по улице, потому что чисто, потому что дети выходят на улицу, потому что там безопасно. А у себя мы понимаем, что ребенка никуда не отпустишь. Так это то, что сумел сделать и Белоруссия, и Китай. Они протянули во время идеологию. И к ней уже, там, потом Китай, который привлекил свою экономическую модель, Беларусь какую-то там среднюю модель привлекли. Но, тем не менее, протянули идеологию, которую воспитывало и держало общество в рамках. Сейчас мы, еще раз говорю, должны были получить, кодать, что такое хорошо, что такое плохо. Перестать играть в секретную демократию, перестать кому-то понравиться. Мы должны поставить приоритет для нашей страны, для нашего государства, для воспитания детей. И еще о сетях. Все. Мы должны понимать, что у нас в каждой квартире, в каждом доме, в каждом окопе сейчас сидит провокатор, предатель и саботажник. В каждом альфоне, в каждом самсунге. Это можно понимать. Почему мы так медленно двигаемся? Мы сказали, какой нехороший Facebook. Через некоторое время его отключили. Дальше. Прошло опять время. Отключили следующую сеть. И ты, а мы еще только работали. Инстаграм, кто работал не работал. И медленно, медленно, медленно приходят к тому, чтобы врагов из наших окопов постепенно ударили. Почему так же? Мы медленно думаем. Давайте определим конкретно те, кто работает на продвижении контента на нашей территории. Почему это нужно доказывать и целый регламент соблюдать для того, чтобы понимать, что это плохо для нас, для нашего государства. Давайте, опять же, здесь, может быть, по закону, спецоперация не война, но, тем не менее, по закону войны принять думать быстрее, работать быстрее. И сегодняшнее мероприятие, кроме того, что мы об этом поговорим, какие-то выводы сделаем. И еще под конец коснувшего бизнеса и организации концерта приведу пример, чтобы вы понимали, если кто-то не касается. Я работал в 18-м году доверенным лицом президента на выборах, мне достался Ярослава, Людмитрия Юрьевича Мировна в работе. И вот, значит, меня попросили для того, чтобы привлечь молодежь на выборы, собрать концерт, чтобы молодежь пришла на выборы, проголосовала, там получила билет на этот концерт бесплатный. Ну, такой момент был. Ну, как их счет сдачи? Начали собирать этот концерт. Что мы получили по итогу? Мы получили по итогу, что у нас все топовые артисты, которые бы хотели видеть молодежь, они все или, а, не Россия, в основном Украина, 70%, либо россияне, которые, ой, за Россию, за Государственную, там, да, не, 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 мы не политики, мы не только не политики, это самая слабая атмосфера такая в мире политики, а некоторые по политичным причинам не собирались выступать за Россию, не собирались выходить на эту сцену. И мы собрали ребят попроще, может быть, менее известные, и все-таки провели этот концерт. Но сам факт, что мы даем им свои возможности, а мы такие миролюбивые, красивые, классные, добрые, русские, даем возможность развиваться на нашей территории и зарабатывать деньги многим представителям, не, допустим, как оказалось, не наших государств, а потом, когда доходим до того, когда они нам нужны, мы не с вами, мы не политиками, более того, сейчас мы видели по количеству выступающих, все, которые были звездами на нашей сцене, мы увидели, кто, чего стоит и как они относятся к нашей стране. Это первое. Второе. День России – пример прошлого года. Для нас, для взрослых артистов, всегда было счастьем, радостью и гордостью День России стоять на Красной площади. Что произошло? Мы воспитали поколение молодых артистов, на которых собирается публика. У меня не будет сейчас криминал называть, мы все их там прекрасно, знаете, дабы не рекламированы, люди просто не достойны. Но тем не менее, мы их зовем и говорим, ребята, приходите в День России выступить, потому что вот ваше выступление – это большое при этом, для аудитории, вы молодежь, что-то самое придачное и так далее. Они вот такие вот адские деньги, у меня просто запредельные. Они понимают, что стоит их выступление рубль, они просили 10. Мы их просили потом, ребята, разместить пост, пожалуйста, в своих соцсетях, что вы там будете. Они сказали, тогда еще, пожалуйста, 10. А потом, когда решили перенести День России из Красной площади на площадь к МИДу, на площадь к МИДу, половина вообще отправили здесь, сказал, мы вообще не здесь в России, мы здесь в политике, мы не хотим здесь участвовать. Вот, что мы с вами воспитаем. Вот деятельность культуры, на которых мы с вами рассчитываем. И это только в шоу-бизнесе. А если мы возьмем все остальные пласты культуры, мы с вами получим и увидим все то же самое. Вот, что наша с вами колеравность к чему привела. Поэтому даром нам через 2-5 лет не увидит продолжение и не откатиться. Сейчас мы можем, могут произойти через какое-то время откатывать. Мы увидим откат в экономике, фирмы начнут какие-то возвращаться. И начнем откатываться в культуре. Да, мы великодушны. Кого-то простим, скажем, да, здесь нужно веселить народ, здесь нужно кому-то плясать, все равно здорово, все, но позитивно. И мы получим через 5 лет то же самое, если мы сейчас не отмотаем немножко назад, буду называть вещи своими именами, в Советском Союзе, в Китае и всем остальным. В тот момент, ну, не совсем Советский Союз, я имею в виду идеологию. Та, которая держит нацию, та, которая держит культуру, та, которая говорит, что такое хорошо, что такое плохо, и дальше этого, которое обозначено государство и наш, надеюсь, круглый стол, ну, нельзя поймать. Не для того, чтобы мы, как творцов, хотим ограничить творчество, а мы хотим ограничить их просто в том, что наносит ущерб и урон нашему государству и нашему культуре. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Спасибо.